Христо Грозев у нас на связи. Здравствуйте. Христо, здравствуйте. Здравствуйте. Это буду я. Я, раз уж рассказала про историю, которую раскрыла New York Times. Скажите, пожалуйста, стала ли для вас новостью то факт, что Россия, вероятнее всего, использует ГРУ, Главное разведывательное управление, и оно, в свою очередь, используется, возможно, националистические ультраправые прокси-группы для вот такого психологического, наверное, такой атаки в странах Европы. В частности, речь идет об Испании. Нет, это не есть неожиданности, потому что такие гибридные атаки, которые не имеют обязательности за тем свержения власти, создания определенных настроений небезопасности, мы видим еще как минимум с 2015-2016 года в Западной Европе и вообще в Европе, под руководством ГРУ местные националистические движения создают или планируют такие нападения, которые, еще раз, основная цель – это создать какое-то напряжение среди населения, чтобы население потом давило на власть, чтобы не делало определенные шаги. Вот именно с этой группой, с русским имперским движением, которое имеет военизированное поделение свое, которое называется «Имперский легион», мы за ними тоже наблюдаем довольно давно. И в 2020 году, если не изменяет мне память, именно в Испании был доклад разведки, который обнаружил, что была коммуникация, общение между русским имперским движением и местной националистической партией, очень маленькой партией, которая называется «Демократическая националистическая партия» Испании. Вот в этих сообщениях они обдумывали вообще нападение на GSM 5G башни с целью, чтобы создавать вообще нарратив опасности около ковида и так далее. Мы знаем, это от другого расследования, что вообще создавание ощущения паники за ковид в Европе – это тоже был один из проектов ГАРУ. То есть длинным ответом хочу сказать, что да, для нас это не является неожиданностью. – Христа, знаете, что меня каждый раз удивляет в похожих новостях? Я понимаю, что с того, как ваша деятельность стала такой масштабной и всеохватывающей, сотрудники ГРУ потеряли сон и спокойствие, но тем не менее, как так получается, что всего несколько месяцев требуется на то, чтобы их найти, чтобы все эти детальки сопоставить и собрать картину целиком? И каждый раз, если чуть-чуть поскрести, получается, что за этим прячется ГРУ. С чем вы связываете? Это особенность работы российских спецслужб, это нехватка квалифицированных кадров. И, может быть, вы можете нам намекнуть, есть ли еще какие-нибудь дела в разработке, касающиеся этих, скажем так, специалистов? Ну, можно сказать, что количество людей в ГРУ, которые занимаются заграничными терактами, заграничными вообще операциями, оно не огромное, оно не бесконечное. Их меньше 100 человек. Из них примерно 40 были частью этой передвижной команды, которая называлась 29155, хотя это неправильное название, потому что 29155 — это много там тысяч людей. Но именно эта группа, которая там травила скрипалей, травила болгарского бизнесмена, которая взрывала склады, вот их было всего 40. Они сейчас после наших расследований не могут путешествовать, потому что все страны мира знают, кто они. И пришлось ГРУ работать сейчас с, ну, скажем, с менее обученными людьми, которые были из этого поколения. Их там примерно еще 80 человек, но они намного менее обучены. Они не могут там хорошо, ну, хорошо это условно сказать, потому что и первые нехорошо прятались. Но это еще хуже, по моим наблюдениям. И поэтому они очень часто сейчас выходят на работу с местными помощниками, с местными там прокси-группами, потому что, ну, это спрятать чуть-чуть проще получается. Но их не очень много, и поэтому их обнаружить, ну, не так сложно, потому что стоит просто отследить телефонных звонков там их шефа, Аверянова, и уже находишь новых, которые не наняли. Хрис, а сайт агентура РУ сегодня сообщил о том, что в так называемой ДНР сформировано региональное управление ФСБ, и якобы указ был подписан еще 31 декабря, вот прямо тогда, когда Путин на фоне военных или переодетых ФСОшников поздравлял россиян с Новым годом. Но о формировании такого подразделения стало известно только сейчас. Как думаете, из кого могут сформироваться? Из местных коллаборантов, либо, ну, кого-то из России, собственно, отправят? И чем они могут заниматься? Ну, конечно, много из, большая часть из них будут люди, которые приехали из России. Мы видим под передвижением ФСБшников очень много прикомандированных туда, которые, кстати, да, действительно, в октябре самое большое количество передвижений мы заметили. Так что, скорее всего, это все-таки из разных регионов России прикомандировано, и местных, ну, они добавляют только для краски. Ну, конечно, это стандартная оккупационная власть, которая должна иметь свою политическую полицию. Вот они следуют этим правилам. Еще один сюжет связан с работой спецслужб уже на стыке двух стран. Убийство Дениса Киреева, которое так вот чуть-чуть потихонечку разматывается силами разных изданий, не только банкир, который сотрудничал сначала, кажется, что с российской разведкой, потом, кажется, с украинской разведкой, и которого, согласно ссылке, там, например, на Кирилла Буданова убили в машине сотрудники СБУ и просто выбросили из этой машины. Понятно, что сейчас пока есть такой хаос и какой-то, ну, как будто бы разноголосится в этой истории. Хочется спросить у вас, Христо, следить ли вы, во-первых, за этим сюжетом? Если да, то что вы для себя уже поняли? Что это за таинственная история? Не побоюсь сказать, самый настоящий шпионский скандал. Эта история не новая, она реально была опубличена, публично стала еще тогда, когда это случилось. Я тогда занимался этим. Но надо понять, что в начале войны был абсолютно то, что называется fog of war, хаос войны. И многие действия спецслужб могли быть именно вызваны тем, что не было понятно, кто чей, кто на кого работает. Тем более, что было доказано, что ФСБ через пятое отделение имело, ну, там, тысячу своих активов, которые были готовы на теории, по их данным, ну, занять пророссийскую позицию и стать пятой колонной внутри власти. Так что есть, возможно, невинное объяснение, что он стал просто, ну, посторонной жертвой этого тумана войны. Ну, и есть более, более страшное объяснение, что, может быть, внутри СБУ тогда были именно такие активы, которые работали на Россию, и они смогли воспользоваться, ну, тем хаосом, чтобы его ликвидировать. Сейчас, после этого расследования Wall Street Journal, в котором новизна для нас только то, что он дал значительные разведочные данные, которые указывали на конкретное начало войны украинской военной разведки, это делает этот казус более интересным. Мы будем его расследовать, и надо дать ответ. Это было просто невинный случай, вызовом хаоса войны, или кто-то воспользовался этим. Христо, в нашем эфире советник Офиса главы президента Украины Михаил Подоляк комментировал эту ситуацию и тоже сказал, что она была вызвана неразберихой и несогласованностью в работе спецслужб. На ваш взгляд? Я знаю, что вы тот человек, который следил за тем, что происходило в Украине, в том числе и в разведках, последние несколько лет. Вы в том числе помогали украинской стороне в расследованиях ряда ситуаций и достаточно громких ситуаций, честно говоря, включая падение и катастрофы MH17. Вот такая неразбериха и несогласованность в работе спецслужб. Это вообще насколько частое явление? Конкретно в случае Украины? Ну, в принципе, я бы сказал, что она значительно чаще, чем случается в Европе, в Западной Европе. Но в начале войны это был еще намного более такой период, в котором можно было этого ожидать. Были очень много изменений тоже у вершины СБУ. Менялись руководители разных отделов. Сам руководитель тоже был, его тоже уволил Зеленский. Кстати, недолго после этого инцидента. Ну, как сказать, неразбериха, она довольно типичная для постсоветских стран. Внутри спецслужб есть конкуренция, есть там вообще не только военная разведка и СБУ, есть еще как минимум две организации, которые тоже занимаются безопасностью и разведками, и между ними есть конкуренция. Так что можно так ответить. Христо, есть вопрос из нашего суперчата, который нам задает наш зритель Паша Болохов. Спрашивает он, насколько пессимистично ФСБ смотрит на войну. Может быть, у вас есть какие-то соображения на этот счет, или даже какая-то инсайдерская информация? Ну, инсайдерской информации свежая нет, но последнее, которое было, что ФСБ смотрело очень пессимистическо. Например, там отчеты, которые внутри, они сами читают, они показывают данные о смертности среди российской армии, которая сопоставима, и даже иногда перевешает те, которые украинская страна сообщает. Поэтому эти информированные люди, они не могут жить под таким влиянием пропаганды, как среднестатистический россиянин. Поэтому они должны быть априори намного более пессимистически настроены. Христот, последний вопрос. Вот уже, я думаю, оптимистически, не про спецслужбы. Хочу позволить себе такую вот дерзость и раскрыть ваше местоположение. А вы, насколько я понимаю, сейчас находитесь в США на фестивале Санденс и представляете документальный фильм «Навальный». Если я не ошибаюсь, и я права, то просто кивните. А еще расскажите, пожалуйста, как его принимают, и есть ли у вас надежды, ставки на завтрашние результаты? Насколько я помню, завтра будет объявлен шорт-лист премии «Оскар», куда фильм «Навальный» очень даже может попасть. Лонг-лист? Вы меня точно поправите, потому что знаете об этом больше, чем я. Я поправлю немножко, потому что фильм уже в шорт-листе, это 10 фильм, находится примерно месяц. Завтра утром, очень рано утром, будет объявлена вообще конечная пятерка. Это номинированный фильм, представители которых точно будут на красной дорожке, будут на церемонии «Оскаров» в начале марта. У меня есть оценка аналитическая, что больше 90% шансов, что завтра попадет, попаст именно фильм «Навальный» в пятерку. А если попадет, то я думаю, что еще 80% шансов, что выиграет сам «Оскар». Я думаю, что это важно, потому что это, с одной стороны, оставить Алексея Навального в общественном сознании намного более четким образом, и это поможет все-таки, там, не так легко будет его психологически давить, или даже попытка ликвидировать будет намного сложнее. Но, с другой стороны, вот мы используем факт, что фильм очень популярен в Америке, чтобы использовать его в качестве антивоенной тоже, ну, антивоенным творчеством, потому что внутри фильма сам Алексей говорит, что вот войну надо закрыть. Это было еще, кажется, в 2019 году, когда он говорил, что надо как можно скорее закончить войну в Сирии, в Украине, и вот сейчас это очень актуально. Поэтому мы пытаемся использовать фильм не только для того, чтобы, ну, показать положение, в котором находится Алексей, но и чтобы использовать его в фантивоенной цели. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!